всем привет вы на канале Денис ТВ и сегодня я приехал на структивную ферму надеюсь вам понравится мое видео ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал ну что пойдемте итак друзья мы припарковались моя любимая машинка обожаю ее так ферма находится деревня кузьмёнки ферма называется русский страус так друзья пошлите здравствуйте сколько билет стоит 400 рублей 400 рублей хорошо два пожалуйста для страусов еда да а может мы ее тоже возьмем два билета и две еды капуста хорошо пойдемте смотреть ферму тут такой ветер вообще поднялся ой цветочки растут цветут как называется не знаю так а вот здесь вот сами страусы живут куда-то не спрятались и вон ходят так ну что пойдемте наверное в кафе и так что сегодня есть кафе страус рулет шашлык салат стык страус бургер зубня цены но московские цены так ходим кафе такая вот уютненькая красивая кафешка здрасте так сейчас будем заказывать тоже заказали мы себе обед дядя себе заказал суп омлет хлеб а себе заказал бургер со страусином мясом естественно и еще чеченочек горячий вот будем сейчас кушать друзья ну что мы покушали обед был очень вкусный обошелся он нам на тысячу рублей вот а сейчас начнется экскурсия и так страусы самая большая птица которая не может летать почему страусы не могут питать потому что они тяжелые это одна из причин все верно также посмотрите внимательно на их перья перья у них очень мягкие очень пушистые очень рыхлые и сквозь них воздух проходит достаточно легко вторая причина правильно как сказал девочка они очень тяжелые потому что вес самки может достигать 120 килограммов а вес самца 150 килограммов поэтому воздух поднять такую тушу достаточно сложно и наверное здорово что такие птицы не летать представьте себе такая огромная птица летала бы у нас над головами они не летают они на самом деле могут и по-другому вред человеку принести но об этом потом а как отличить самку от самца у нас самцы поинтереснее покрасили вот у нас самец а он такой черненький у него красноватый клюбик и красноватые ножки чуть ниже коленок девочки у нас такие они обычные серо-коричневые сейчас вот ее нет но я надеюсь что она выйдет мы на нее тоже посмотрим пока она не покон здесь посмотрите внимательно на их глаза вообще струссиний глаз считается одним из самых больших в вообще в вашем животном мире второй факт по поводу глаз кушать кушать они способны сидеть на протяжении 5 километров очень часто в естественной среде рядом со страусами обитают другие травоядные животные почему страус один из первых которые кто видит какую-либо опасность если он увидел опасность он начинает убегать все остальное стадо доверить а второй факт по поводу вернее третий факт по поводу глаз глаз них размером с их мозг то есть в голове там всего лишь грецкий орех ну например по поводу глупости страусов страусы боятся того существа который выше них как обычно заходит страус это с какой-нибудь палкой чтобы продлить просто человек и то есть они видят что-то выше них значит и сильнее них значит для тебя дорогой как-то раз у нас был случай когда девочка просто шла с гроблями оттуда туда как они увидели эту палку девочку с палкой они испугались и все ломанулись к себе домой закрытые эти это побывали как бы второй пример и глупости если как обычно приводит раз переводят куда-то страус вот такую же большую подходит на западное бьет держат крылья их надевают сверху конец мешок чтобы он не видел а для страуса если он не значит его и нет если он не видит кого бить значит он не будет тебя бить и так вот его просто толкают там было в другой машины например если куда-то его перевод кто-нибудь кормил страуса заметили что у них вообще нет вообще даже намеков нет и никаких перемалывающих средств тоже нет а всю пищу они просто загладывают также помимо там всякой капусты они закладывают камни камни уже в животе перемалывают перетирают пищу и это способствует их пищеварению так делает любая птица просто маленькой птице маленький камушек им конечно не булыжники но побольше это еще и это тоже способствует их пищеварению насчет пищеварения страус это единственные в мире птиц у которых есть мочевой пузырь грубо говоря не могут делать и то и другое еще одно как бы про уникальность страуса у страуса это единственные в мире птицы у которых всего два пальца посмотрите там вот как раз только два пальца и на большом на большом пальце у страуса расположен коготок этим коготком они способны распороть брюхо даже льву то есть у страусов этот коготок очень острый они как бы способны там им и защищать да и кстати посмотрите у них коленки получать ноги структура ног у них коленки в обратную сторону то есть не как человечество как кузнечика и за счет этого они бьют не назад а вперед как раз поэтому нужно подходить только сзади там вот говорят к лошадям нельзя подходить сзади к страусам нельзя подходить сзади а поэтому к страусам только сзади подходят вот смотрите пока он так стоит посмотрите у них на затонке где 2-2 дурочки и это и сзади они у них расположены на зад сплее то есть шея у страусов может быть сзади подходящий к страусам как и сзади потому что вы видите вот от головы к туровищу здесь это прекрасно видно и такой век когда ее начинает снимать это нормальная структура для меня состоит из одного страуса и двух страуса первых из одного страуса мальчика и двух страуса первых мы здесь называем любимую гональю гональю опять же это мы здесь так называем но в природе так оно идет потому что только она может сидеть и вести все яйца высиживать только любимая жена причем свои яйца она кладет в середину а чужие вокруг себя то есть опять таки же она больше упор делать на свои яйца нежели на какие-то там чужие кстати сидит на яйцах не только самка сидит и самец они меняются днем девочку ночью мальчика почему но опять таки же скажем спасибо почему именно ночью скажем спасибо оперения темная ночь темный сам страус папа и поэтому так проще замаскировать белые яйца отцом ночью поэтому они меняются так же кстати вот видите почти в каждом вольдере есть такие ямки лузы что это за ямки? эти ямки специально выкапывают наши мальчики для того чтобы самка складывала туда яйца и сидела на яйцах но у нас они не сидят на яйцах самки а из-за них это делать инкубацию но инстинкт осталось поэтому до сих пор они роют вот эти вот гнезда свои вот эти ямки и даже если там лоза то воду вполне в этом плане не принадлежит кстати для страусов еще с двух сорок это помоги но в зависимости от того что страусов с двух сорок лет то есть плюс сорок да просто где могут кусать минус сорок и плюс сорок вот зиму они также наши хорошо переносят по снегу по льду гуляют краус гуляйте по льду и по снегу это достаточно абсурдно звучит но это так да они гуляют вполне хорошо переносят наши зимы но здесь очень холодно или очень ветрено а чтобы кто-то закрыто помещение оно оттапливается оттапливается опять таки не до плюсов вот и синие там нет, оттапливается до плюс одного года плюс двух градусов банально чтобы не там, если можно для тебя это вода или что именно закрыто на станции вот птицы так же гуляют но опять-таки, понятно, что румеет не нравится, румеет и птицы где-то выгоняет вот, мы пойдем сюда посмотрим на тех страусов даёт, что так будет понятно я боюсь интересно что ты делал это он танцевал я боюсь поклон держи раз, два, три давай лови поклон а почему такое ощипный? Ну, это его бывшая жена. Бывшая жена. У него жена, она... Она его заметила. Она умерла. Я сама боюсь именно этих страусов кормить. Не больно? Нет, не больно. Натягиваем руку. Натягиваем руку, кладём сюда, в район ладошки. Опять вот так не делаем, потому что... И вот только так. Если так будете давать, то он захватит за пальцы. Ой, бля... Спасил за палец, да? Ты ж на ладошку надо. Давай танцуй. На ладошку. Давайте под девочкой накормим. Голова ты не соображаешь. У них всё это на уровне... Девочка одеться, да? Да? Нервная, тогда не буду. Девочки, походу, природа такая... Ой, ты мой хороший. Всё, всё. Итак... У нас мальчики наши очень красиво ухаживают за девочками. Что они при этом делают? Либо танцуют, как вы уже видели, либо поют. Кстати, поют люди, которые признают страус. И произносят только страус мальчик. Видимо, поэтому девочки к этому были. Видимо, поэтому он может видеть уже двух. Женщина не одна. Если бы одна, то она бы точно разговаривает. А они по одному, что вы знаете? Сейчас пока, да. Дело в том, что у нас вот это... Ну, не паска. Да, не паска девочек. И так, как они... Там, в принципе, вы видели, они садятся, начинают расписать свои перья. И свою любимую щенку, знаете, так вот, по бокам. Как они поют? Не, не больно, уже привык. Ну да, кто-то понравился. Давай насыпни ещё. Так же остальные будут. Не только... Как они поют. При этом, кстати, у них закрытый клюв. Шемечно это пролдуваться, растягиваться. И... Видите, руку. Ага. И звук такой похож на звук сирены. Только на звук очень глухой сирен. То, что всё-таки гортами клюв, они ничего не открывают. Вот. И таким образом они тоже привлекают внимание. Она немножко нервная, сказали. Смотри, смотри, выдрал, выдрал. Вот так нужно сделать, девушка, вот так. Вот так. Хотела попробовать. Так я же вообще стояла и не трогала никого. Вот она сейчас и тебя так же тут. Да? Ну ничего. Мальчик, вот так вот положи. Вот так вот, на ладонь. Иди, 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 иди мальчика. Иди, мальчика. Иди, мальчика накормлю, не бойся. Иди к мальчику накормлю. Вот так вот сделай. Не, не, не бойся. Он, он... Если боимся, кладём сюда на партюр. И они так же восхитительно, замечательно возьмут. Вот положи на партюр и... Да, для бояся мистец положишь гонштаб. Нет, нет, нормально. Он тормознутый. Это тормознутый. Это тормознутый. Это тормознутый. Этого нельзя. Это дикое. У нас трюнет еще. Выводи. Ты сейчас тут видел, как вырвается? Да, смотри, смотри, он вообще. Девочка, ты плохая. Скажи, кому она. Да, на той стороне, да. В общем, ладно. Пойдёмте, наверное, на другую сторону. Здесь у нас взрослые страусы. Это уже такие половозрелые страусы, которые... У тебя, наверное, просто ПМС. Вам спасибо. Вот. Это уже такие половозрелые страусы. Сейчас мы с вами подойдём к другим страусам. К страусам-подросткам. Они несколько отличаются от вот этих страусов. Вот. Пойдём туда и посмотри. А сколько они живут? 40 лет. Друзья, здесь живут страусы-подростки. Сейчас мы к ним подойдём. Вон они там ждут нас уже. Сейчас мы подойдём к другим страусам. Ведут, унят уже. Сейчас один подойдёт, а сейчас сильнее подойдёт. Вот, давайте вот здесь вот так вот остановимся. И к нам должны подойти. Вот, да, вот это страусы-подростки. Кстати, их можно помить. Да помить что-нибудь. Да, ты уже не боишься. Смотри, он тебя нащипал тоже. Ну, ничего, мне не больно. Мы тоже опять-таки так же натягиваем руку. Давай здесь вот. Ох! А это вроде бы не боялся. Я боюсь. Того не боялся. А вот этого боюсь. Я уже... Видишь, он нервничает. Хочет поперекусить. Он, кстати, очень хорошо берёт. Да? Только руку натяни, пожалуйста. Сейчас как мне... Не расстаёт. Не расстаёт. Боишься друг друга. Боишься уже смелее. Мне кажется, он никого не боится. Ой, какой молодец. Так пощихывает, но не больно. Ну да, и опять-таки живут и настрадают. Всё, всё, всё. Да. Чтобы если он не смог ущипнуть... Да, то он не так... Я потом покажу. На, он нормально берёт. Нет. Я боюсь. У меня достаточно. Вы знаете, следует станоска. Они пощипывают. Ну, не больно, конечно. Они заодно пощипывают. Вот эти страусы от тех, что мы видели на той стороне. Ой, у него два пальца. Я только сейчас увидела. Я думала, у них три пальца. Да нет, он хорошо берёт. Когда страусы рождаются, страусы определённого цвета. И в этот момент непонятно, кто из них девочка, кто из них мальчик. Потом у них начинается меняться окрас. Вот такие вот они серо-коричневые, будто сам. И опять-таки непонятно, кто из них девочка, кто из них мальчик. Становится понятно только в период полового созревания. И девочек это... Да, полтора года, мальчик это два года. Ну, видите, уже сейчас начинают проклёвываться с блатерения. Вот этот вот стоит. Это парень. Ну, явно чёрные перья, то есть здесь. Здесь непонятно. Наверное, может быть, и девочки. А, то есть по половым признакам их не различишь внешне? Человек может это только визуально различить вот так вот. А, ну, в общем, половые признаки у них одинаковые. Обалдеть. А какие звуки вы издают? Когда они будут? Почти никакие. Никакие звуки не произносят. Произносит только один звук, который произносит только мальчик. При этом это, как бы, такой брачный обряд. И звук, похожий на сирен, только у нас звук ещё глухой. А в какой месяце у них брачный обряд или это несколько раз в год? Ну, это с мая по сентябрь, когда как раз яйца несут, они вот. А, то есть в другой период они несут яйца? Нет, они только не круглый год, только с мая по сентябрь. Типа активнее такие. На ложи. Им год, да, сказали? Год, да, им? Да, почти там год-четыре года. Ну, в общем, тут разные. Такие смешные. Смешные, да. Классные вообще. А вот, кстати, вот этот готовый. Видите, клюв у них тут потуповатый. Они прокалываются из яйца. У меня есть яйцо струсов. Вытягивают так вот шею. Ну, можно кинуть? Сейчас отойдет. Такое это яйцо. Это яйцо, да? Угу. Оно такое гладенькое, на самом деле. Да, оно такое гладенькое, но ничем не покрытое. Ничего себе! Разбивать чем? Сейчас расскажем. Столько яйца. Класс. Ну, смотрите. Толстая такая. И несут они с мая по сентябрь. Ой! Ущипнул, щипнул. Дальше что я считаю? Дальше пустая вытянутика начинается. Вот здесь. Стань, вот здесь. А так. Яйцо бывает. Стоит так. Это снотранное? Килограмм больше. Снотранное. Яйцо струсимия может весить от 800 грамм до 2,5 килограмм. Как добавить килограмм? Это рекордный вес яйца струсимия. Я знаю, это скорзилка 2,5. Но это скорлупой. Ну, это скорлупой. Ну, конечно, да. А вот если сопоставлять по количеству яиц куриных и вот среднее струсиное, это сколько куриных яиц? Это 24-25 куриных яиц. На полцолдата. Сколько 25 куриных яиц? Одно яйцо. Можно накормить около 10, от 10 до 16 человек. То есть, именно 10-16 куриных яиц получается из одного струсиного яиц. Омлет, который с молоком делается. У вас продаются в магазине они? Омлеты? Нет. Яйца. Сколько одно яйцо стоит? Страшных слух произнесли. Две тысячи, да? Ой, какой кошмар. Омлет в две тысячи рублей стоит одно яйцо. Ну, зато это страусиное яйцо. Слушай, а по вкусу какое? Сделала другое? По вкусу. Да, оно несколько отличается от куриного яйца. Мне кажется, во-первых, омлет делает такой вкус, ну, достаточно банальным, то есть обычным. По вкусу. Во-первых, омлет из струсиного яйца намного пористее, нежели из куриного яйца. А за счет чего? Ну, за счет струсиного яйца. Самого яйца. Ну, белок именно пористый. Да, белок. Ну, там белок и жуток. Все это взбалтывается. А также, говорят, что это совсем другое послевкусие, запах. Когда я ела, я подумала, что ничем оно не отличается, кроме как структуры. Ну, может, чем-то еще. Ну, не знаю, может, это у меня так плохо работает вкусовые лица. Чем у того же куриного яйца. То есть белоснежнее он, да? Да. Вот. Как разбить яйцо страуса? Мы можем разбить его обратной стороной ножа, просто ударив. Можно дырску просверлить там. Можно открывашкой. Ставишь открывашку, сверху чем-нибудь ударяешь, получается дырка. То есть оно вот так не отойдет? Да. Второе. Если даже скорлупа попадет туда внутрь, ничего страшного, потому что там есть еще одна защитная пленка. И она не такая, понятно, тонкая, как у куриного яйца. То есть если попадет, мы можем перевернуть, и она высыпется, эта скорлупа. Потом дальше дырявим эту пленку и выливаем все, что держим уже в миску. Вот. Кстати, чтобы сварить страусиное яйцо, если мы хотим в смятку, то это 40 минут. Если готовят, то это почти полтора часа. Также у меня есть еще страусиная кожа. Кожа. Это кожа, это кожа. Ну, сумки-то страусиные. А, ну да, конечно. Но украшенные, Жанна, правильно? Ну, конечно. Еще дырки здесь, а так на сумках нет дырок. Ну, понятно, что мы там поковыряла. Это кожа. Это кожа. Это кожа. Такая мягкая, нежная. Да. А вы здесь занимаетесь кожей? Ну да, у нас есть такие изделия. Эти пупырышки, одна из отличительных черт кожи страуса. То есть даже где их нет, где-то здесь, они все равно виднеют. Ну, какая-то тонкая кожа, чем на сумках. Потому что это ручная обработка. Машинная обработка будет намного толще. Да, это ручная обработка. Нормальная струсина кожа. То есть не покрашена. Она такая серо-голубая как-то вот такая. А какое цвет мясо у них? Оно очень темное. Похоже, кстати, по вкусу на говядину и сам цвет. Похоже на говядину. То есть если где-то вам розовое мясо... На индейку должно больше быть похоже. Индейка, да. Вот еще не ел индейку почему-то. Индейка, ну, многие говорят, что либо лосятина, либо говядина. Лосятина не ел, не знаю. Вот сейчас такие просто это либо то, либо другое. Вот. Ну, хватит про этих мертвых страусов. Пойдемте посмотрим на наш детский сад. Пошлите. Маленький страус, друзья, детский сад. Если вам, ну, как бы мало вот этого пространства, выходить поближе, то это за отдельную плату, это 100 рублей. Проходите туда, вам даже его дадут на руки. Пошли туда, сходим за 100 рублей. Хочу. Пойдет кто-нибудь? Я пойду. Я пойду. Вот, в синей. Женщине в синем, она вас пропустит туда. Там. Все. Так, друзья. Ой-ой-ой-ой. Бега-бега. Угу. Спрятались. Принеси мне его, пожалуйста. Капусту, говорит, нельзя им давать. Ребята. Идите сюда. Кс-кс-кс-кс. Немножко воняют. Да, мне сейчас поймают. Ой, какие классные. Такие прикольные. А их можно погладить? Кто капусту кидал? Не-не, у меня ничего нет вообще. Кто капусту кидал? Не-не, у меня ничего нет вообще. Не-не, на городе капусту кидал. Хе-хе-хе. Какие классные. Смешные такие. Бросистые. Дети. Бега-бега-бега-бега. У-у-у. Смотрите, задеть надо. У-у-у. У-у-у-у, какой утипути. Какой классный. Я буду бегать. Бояться. Напугались. он тяжелый так и животик уроки держи хорошо держи я держать его не буду ну я нет я просто поснимаю я подошел давай один человек только если идет а так да 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 100 рублей с человека а кто умел сфотографировать не знаю вон из забора у меня вон померстый вот что-то они там говорят только сильно держи не знаю издают звук держи 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 не бойся не бойся не бойся какой классный какой класс не бойся не бойся не бойся давай будем вместе давай вместе вот молодец молодец классный ну да вот так пойдемте покажу остальных эти побольше что ли побольше эти побольше да да это вот маленький классные такие вообще такие прикольные ой 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 высовывайся вот ждут когда их будут кормить прибежали красотульки у меня ничего нет у меня ничего нет видишь вон трапку кушают ой ой танцевать сейчас будет фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Такие большие, такие большие, все интересные такие, все, мне ничего нет, мне ничего нету, я вас боюсь. Так, ладно, посмотрели, пойдемте дальше. О, девочки легли отдыхают, мальчики, о, какие прикольные, приветствую, молодец какой, привет, привет, привет. Прибежал, прибежал, такой, ой, красоту ли, красота, ой, 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 капустку хочет, дай ему капустку. Страус эйма, австралийский На самом деле они у них есть, просто они вот такие вот маленькие и кажется, будто их нет И трёхпалки О, у них трепаются точно Да, да, и у них трепаются Но они менее мощные, да? Они какие-то мелкие Да, с ними даже иногда сейчас может они попривухнутся к людям Это как вы думаете? Привет, ребята, привет Сейчас они прошутся, я убегу Кстати, посмотрите на их перья Вообще кажется, будто они либо мокрые, либо вазы покрытые Да Ну, в принципе, у них такая структура пера, у них перья намного... Они что-то ругаются? Плотнее, чем у африканского страуса Также, кстати, есть... И шея у них просто Да, шея у них здесь, там есть пух Вот, пух, который, кстати, когда жарко, в очень жаркую погоду, они как бы... Быть на улице, либо быть в снеге, они всегда убирают снег и выходят редко, и это под вечер Очень редко мокрые А тут вообще какой-то с голубой шеей один Они почти все такие голубые, с голубой шеей Один белый, другой голубой, здесь чёрный Чем так же они отличаются от африканских страуса? Ну, три пальца, как вы могли заметить Так же, кстати, страусы эму не так быстро бегают, как африканские страусы Там кем-то, кто отвечал здесь, не знаю, они 20 лет Но страусы эму любят воду и могут плавать Вау! Балдеть! А как? Да, тоже они плавали, наверное, не идти, и вот они плавают У нас там есть одна лужа была А родина вот этих страусов эму Австралии? Да, 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 да Кстати, также страусы эму Еждаются национальными птицами животных средств Этой страны вместе с кингулузами Мы на гербе страны И вообще страусы эму считаются Второй по величине птицей после как раз африканского То есть сначала африканский и потом страусы эму Также страусы эму несут темные птицерные зайца То есть из-за этого у них такая своя особенность Ну вот, но у нас они пока еще не несут Потому что они еще какие-то такие А здесь по оперению как можно понять? Здесь можно по звуку Они тут очень-то габочие ребята Они рычат, увлечивают Они произносят именно рычащие звуки Если так вот здесь тут побудем, я думаю, что кто-нибудь лист будет ручить Правда, да, такое В общем, сто громче расчет Кто-то расчет, кто-то мачит На самом деле, если не научилась определять, кто из них кто Дело в том, что я повторюсь Здесь они буквально месяц-полтора, наверное И они как бы стоят, если там не сидят Поэтому... А я считаю, что с мая Это... Да, но у них, конечно, много минусов Но... Но... Ну, по-где-ли-ли-ли-ли-ли-ли И тут вам так... Да И каждый раз в воде, да? Да Есть ли какие-то вопросы? Подробнее А вот я не приняла А вот все африканские А этот И только две условно Два континента, а две и тут Страх Да, но на самом деле, в отряд Руссины, как бы... Да А в Африке где их разводят? Это тоже промокли? Да Вообще, на ходе Африке И разводят тоже Ну, на самом деле, сейчас Россию Страх Ну, на самом деле, сейчас У нас много Страх Угу А вот это у нас тоже Какой-то другой страх Ну, понятно То есть, выводок уже лучше Да Дело по припарку Мы так и называем Да Мы так и называем Страх Ой, что это было? Что? Ой А что он делает сейчас? И боятся маленьких Смешные такие А? Угу 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 Да 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 Они ворчат, что ли? Они ворчат? Ну, тебе же сказали, что они дарычат Я не слышу ничего Так, ну, обозначают Вороги вернулись Вороги вернулись Вороги вернулись Так, плакат какой-то, друзья, висит Вороги вернулись Ой, ой Ой, ой Ой, что делают? Такие няшки Ой, смотри, что он прикалывает меня Прыгает Ха-ха-ха Вот так делает Все Ой, ой, ой Ой, ой Смотри, смотри Смотри, смотри Ну, давай скажи что-нибудь Ну, крикни, крикни Крикни что-нибудь Все Ну, дождик Погнали 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 Бегу Правда, какие-то Такие чудные Кажется, так неудобно им ходить Да? Вот все неудобно Тебе встали двоем так стоять Ты видела с него? Нет Да что видела? Петка его не посмотреть не будет Ну, та дура серая, а Ха-ха-ха Так, ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!